В Симферополе на две недели перекроют улицу Спера из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Крымской столицы. Какие сейчас работы выполняются на участке и какие еще улицы будут ремонтировать, узнала Султанья Ситакаева. Шум техники, а на проезжей части сухие ветки. На улице Спера дорожники приступили к санитарной обрезке деревьев. Частично установили бордюры. Полным ходом идет подготовка к ремонту дороги. Масштабные дорожные работы начнутся 29 марта с самого утра. Движение будет прекращено на участке чуть больше одного километра. Финишировать планируют 11 апреля. На объекте уже установлены соответствующие знаки. Здесь общественный транспорт не ходит. Местные жители к долгожданным переменам готовы. Объехать данный участок смогут по прилегающим улицам. Тротуар уже довольно-таки старый. Много детей в школу ходят, мамы с колясками. На самом деле идея хорошая. Так как прогнозируется закрыть улицу всего на две недели, я думаю, потерпим. Всего по городу ведутся дорожные работы на 22 улицах. На многих ремонт уже на завершающей стадии. Власти города просят жителей крымской столицы с пониманием отнестись к временным ограничениям. Также у нас скоро перекроется еще проспект Мернадского, перекроется еще несколько улиц, которые тоже в работе уже на завершающей стадии. Поэтому мы будем также граждан просить, тоже будем им заранее предупреждать. Всего в этом году в Симферополе полностью дорожное полотно обновят на 58 улицах. Еще 12 улиц отремонтируют капитально. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города. Султане Ситакаева, Алимсей Далиев, Телеканал Миллет. Капитальный ремонт продолжается в Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре. На это в рамках ФЦП выделили около 50 миллионов рублей. Ремонтом охвачены все три этажа и подвальные помещения. Невзирая на объективные трудности в реализации творческих процессов, коллектив театра не теряет темпы создания премьерных показов. Эльма Саблакимова продолжит. Работаем! Резко повернулись, резко! Репетиция перед творческим вечером в Потемках зала Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра. Артисты трудятся, несмотря на ремонт, который длится здесь уже полгода. Работы строители ведут точечно. Юлия Комаракова штукатурит стены в коридоре на первом этаже здания. И потом затягиваю ее сеткой, для того, чтобы не было старых трещин и укрепить стену. Ремонт в подвалах и в котельной. А так будут выглядеть уже готовые кабинеты. В балетном зале на втором этаже осталось лишь выбрать напольное покрытие. Для артистов появились две дополнительные гримерные. Погрузить зрителя во времена Крымского ханства или, скажем, в 90-е годы прошлого века. Помимо актерского таланта поможет соответствующий наряд. Более тысячи экземпляров эксклюзивных костюмов для спектаклей. И мы храним сейчас в данный момент в хороших условиях, в тепле, в сухости. А раньше как было? Ну, относительно было. Старались в других помещениях держать. Кстати, шьют костюмы для артистов в соседнем здании. Его отремонтировали несколько недель назад. Мастера Ужева создают образы всем известных героев театральных пьес. Эльвира Эриджепова в обновленном помещении создает костюм для главной героини новой музыкальной комедии. Хайна-нанан не собар, а что есть в тещи. Главное освещение обалденное здесь. Светло, уютно, тепло главное для нас. Ну, все как надо. Все как надо в оркестровой и зале вокалистов. Там обновили полы, потолки и освещение. Провели и вентиляцию, которая раньше практически не работала. Конечно же, это супер. Потому что музыкантам очень приятно было, когда мы справились здесь новоселье. Оркестр когда зашел, было приятно. Они почувствовали, что они действительно крымско-татарский академический музыкально-драматический такой оркестр. Конечно, захотелось бы поблагодарить министерство в лице культуры, в лице Арины Вадимовны Новосельской. Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр – единственный в мире театр крымских татар. На его ремонт выделили около 50 миллионов рублей по федеральной целевой программе. Ремонт фасада хотели начать еще в марте, но из-за погодных условий работу перенесли на апрель. Здесь планируют установить несколько колонн у входа, а также полностью освежить внешний вид здания. Посетить обновленный театр можно будет уже в октябре. Эльма Саблакимова и Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Совместить приятное с полезным интерактивный субботник прошел на территории Симферопольского водохранилища. Для участников мероприятия организаторы установили тематическую фотозону с музыкальным сопровождением. Подробнее расскажет Туан Армаган. На берегу Симферопольского водохранилища сегодня с утра многолюдно. Зарядка, уборка, положительные эмоции. Молодежь крымской столицы – участники интерактивного субботника. Ян Каразан – руководитель проекта в команде «Добра». Рассказывает, что ему и его команде хотелось предложить сделать что-то новое и необычное. Помимо того, что ребята проводят социально полезные дела, замениваются уборкой мусора, помимо этого мы еще устраиваем здесь дискотеку, костер огромный, чтобы люди могли согреться, кормим всех пловом. Комитет молодежной политики Республики Крым предоставил проекту в команде «Добра» нужный инвентарь. Организовал музыкальное сопровождение и фотозону. Наша задача – поддерживать молодежные инициативы, давать возможность ребятам поддержку. И все, что необходимо им было, все, что они от нас попросили, мы, в принципе, все предоставили, оказали взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. В начале субботника – зарядка. После участники делятся на 10 команд. В каждой по 10 человек. Кураторы проводят инструктаж, рассказывают о важности раздельного сбора мусора. Сейчас участники интерактивного субботника разделились на команды и начали убирать мусор. Мы решили присоединиться к одной из команд, так как экологическую чистоту должен соблюдать каждый из нас. Организаторы распределили прибрежную территорию водохранилища на 10 зон. Илья Усик собирает пластик, бумагу, стекло. Считает, чистоту должен соблюдать каждый. Каждый гражданин должен заботиться о сохранности своей природы и, собственно, поддерживать чистоту в своем городе. После уборки для участников уже готов вкусный плов, горячий чай и отдых у костра. Туана Армаган, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. 23 человека выздоровели от коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 68 пациентов. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили более 37 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели почти 35 тысяч человек. За сутки скончались 4 человека. За весь период умерли 1057. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Сергей Аксенов распорядился в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и безопасную дистанцию в 2 метра. Чемпионаты первенства города Симферополя по смешанным единоборствам прошли в столице Крыма. Одержав победу в октагоне, лучшие из лучших получат возможность представить республику на всероссийском соревновании, которое пройдет в мае в Алуште. Боевые единоборства воспитывают в человеке такие важные качества, как настоящий крымский характер, мужество, стойкость, силу, волю и готовность преодолевать любые трудности. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин